всем привет продолжаем знакомиться с работами художников фотографов лор альбингию французский фотограф помимо портретов парижских знаменитостей она работала самых разных жанрах и занимала ряд высоких должностей я цитирую переводную википедии возможно какие-то стилистические ошибки зачитываю училась в лицеле мольер 16 округе в париже 1897 году вышла замуж за доктора альбина гио специалиста по микроскопии работала в своей студии своем доме она опубликовала свою первую модную фотографию французском выпуске вог 1922 году в том же году она выиграла золотую медаль на конкурсе спонсируемые ревью француз де фотографии возможно так звучит я не знаю вообще французский с 1924 по 1950 регулярно выставлялась международном салоне фотографий в салоне художников декораторов в 1925 провела свою персональную выставку в парижском салоне работы которые она выставляла на международной выставки современного промышленного декоративного искусства в 1925 году были подписаны именем лора альбин гио в 1929 году не умираем муж она переехала на другую улицу где принимала арктистические знаменитости того времени включая поля валерий калет анну дэнуай и жанна как то в течение тридцатых годов много путешествовал по северной африке испании италии швеции сша работы часто публиковались в прессе в то время как она участвовала в персональных коллективных выставках в стране и за рубежом 1931 году она первой во франции сфотографировала декоративные микроскопические изображения которым назвала микрографии сочетая науку с визуальным искусством первое из ее работ сосчитающих фотографий с литературы была опубликована в 1936 году она публиковалась с 1941 по 44 год во время немецкой оккупации после второй мировой войны альбин гио продолжала работать портретистом своей студии на бульваре сижур использовала классический подход или так называемый французский стиль они авангардные тенденции того времени именно в 1930-х 40-х годах ее работы доминировали фотографической сцене она работала самых разных жанрах от портретов до пейзажей натюрмортов и в меньшей степени журналистики являясь мастером технологий она использовала самые современные методы создания изображения идеально соответствующие требованиям публикации вот некоторые работы которые она проиллюстрировала поль валерий нарцисс поль валерий арбор пир луис анри де монтерлан иллюстрации для прелюдий клода дебюсси умерла в париже в 1962 году 22 февраля архив ее студии состоящий из 52 тысяч негативов и 20 тысяч отпечатков теперь принадлежит городу парижу но так немножко о лор альбин ги ю французском фотографии которая работала самых разных жанрах и занимала ряд высоких должностей все пока пока всем привет смотрим работы а